Добрый вечер! Это программа «Стиль жизни». Про этого человека можно сказать. Он личность харизматическая. Занимает высокий пост, имеет учёную степень, массу авторских прав и патента. А ещё он мастер спорта по фехтованию. Знакомьтесь, Михаил Сафронов. Добрый вечер, Михаил Владимирович. Добрый вечер. Кандидат в мастера только. Ой, извините, да, кандидат в мастера спорта. Большая разница. А ещё я знаю, вы сочиняете песни, замечательно играете на гитаре и готовите просто изумительный уху. Вообще, как рыбалка в этом году? Вы знаете, нынче удачно. Вполне удачно, так сказать, есть. Чем похвастаться. Ну, как-то не мангословно. Так что каждое воскресенье ухает обязательно. А лето нынешнее как провели? Где вообще рыбачили? Дома или выезжали куда-то? Нет, здесь дома, только здесь. Рыбачили только здесь. Вот в прошлое лето дома провели. Предпочитаете здесь отдыхать? Ну, дачи, да. Вы эти, я знаю, на родину любите ездить? Ну, это бывает иногда, но не каждый год. А работы много было в этом году? Ну, так складывается, обстоит все, что жили. В общем-то, я в отпуск ходил, мы ездили с женой на остров Родос, по Греции. Там отдохнули немножко, а потом и сам здесь. Ну, хорошо. С рыбалкой, с летом разобрались. А когда вы успели стать кандидатом в мастера спорта по хитованию? Ну, это было в 64-м, в 63-м году. Это было давно. Я учился тогда. Студентом были? Да. Я был тогда студентом, увлекался баскетболом, потом шел в фехтование. И там удачно так получилось все. Устоятельства сложились. В общем, очень интересный вид спорта. Мне очень понравилось. И как-то все получилось. Сейчас владеете рапирой, если что, на дуэль кого-то вы затрожите? Я на саблях дрался. Ну, я, конечно, могу сейчас с кем-нибудь подраться. Ну, хорошо. Михаил Федотович, в последнее время вы как-то исчезли из поля зрения средств массовой информации. Я понимаю, что немножко работа сейчас другого рода. И понятно, что нынешняя работа, наверное, не предполагает такой публичности, как вот работа на посту председателя городского собрания. Но, тем не менее, работы ведь, наверное, меньше не стало. Чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите. Во-первых, я депутатом городского собрания остался, как известно. Второй раз я сбрался. Поэтому эта депутатская работа очень большая. И второе, я сейчас советник ОММК по работе с государственными органами. То есть, это работа, которая как раз связана с моей бывшей работой председателя городского собрания. Поэтому работа интересная. Очень интересная. Советник, да? То есть, вы занимаетесь разработкой каких-то документов? Ну, и это, и в основном, это отстаивание интересов нашей компании, ОММК, государственных органах по различным управлениям деятельности. По различным. Ну, тогда я предполагаю, что у вас, наверное, работы хватает в последнее время. Да, конечно. Ну, вот, скажем так, один из последних случаев можете рассказать, когда интересы ОММК приходилось достаточно отстаивать? Ну, могу рассказать. Очень интересный случай. Вот это более года длилось. Дело в том, что мы должны отслеживать изменяющиеся законодательства. И в какой степени, как оно влияет на экономическое состояние нашего комбината. Вот, в частности, появились два закона в 2003 году, в 2004 они реализовывались, по электроэнергетике. Это законы, разработчиками которых являлась РАО ЕС. И вот, в соответствии с этими законами, наша комбинатская энергетика должна была быть реструктуризирована. Не в очень интересных для нас вариантах, когда, как известно, четыре вида деятельности электроэнергетической подразделялись на самостоятельные виды деятельности. Такова задача была Чубайса и его команды. Нам удалось, вот в течение более года мы работали, и в конечном итоге мы внесли поправки в закон, который позволил избежать вот этого комбината. Но я думаю, что, наверное, в этой работе немалую роль играет опыт, приобретенный на пасту председателя горсобрания. Да, конечно. Ваша работа как раз-таки по созданию системы самоуправления в городах, да? Ну, она связана в какой мере? Я, поскольку помощник депутата Государственной Думы Павла Владимировича Крашенинникова, и во многом мы работаем через него. И те знакомые лица, официальные государственные деятели, которых я знал по прежней работе, они во многом пригодились, эти связи. Вот, и в первую очередь, вот, конечно, работа через Павла Владимировича. Да, ну хорошо. Вот сейчас начался новый сезон, депутаты вышли из отпуска и начали активно работать. И я предполагаю, наверное, масса документов, которые предстоит рассмотреть, плюс, ну, какие-то приоритетные направления. Скажите, вот в этом году упор на что будет сделан в законодательном собрании? В городском собрании депутатов, да? Да, я имею в виду, да, в городском собрании депутатов. Потому что мы и в законодательном собрании области работаем. А в городском собрании, ну, в первую очередь, как обычно, главная задача – это формирование бюджета 2007 года. Сейчас мы работаем над новой редакцией устава города, это тоже очень важно. Как раз мы уже провели одно заседание рабочей группы, завтра еще одно будет. Я думаю, что мы где-то в октябре будем готовы новую редакцию устава представить на рассмотрение городского собрания. А можно я сразу перебью? Да. Вот мы много говорим «устав, устав», но обычному человеку не совсем понятно, какие изменения все-таки принципиальные можно внести в устав и зачем. Вы как-то можете это объяснить? Ну, устав, что такое устав? Это основной документ, который определяет направление социально-экономического развития города и его жизнедеятельности вообще, во всех его проявлениях. Устав закрепляет определенные полномочия за администрацией города, за городским собранием. Он определяет статус руководителя администрации города, представителя городского собрания, статус депутата, определяет территориальное деление города на административные какие-то районы. В данном случае у нас три района, как известно. Ну и определяет полномочия буквально во всех сферах деятельности. То есть это документ, который пишется буквально на ближайшую перспективу, довольно приличную. Поскольку законодательство меняется, и нам надо быть, конечно, как всегда в курсе. То есть, насколько я понимаю, приходят новые глава, и в связи с этим меняют? Нет, и не только с этим. Нет, в первую очередь это было связано со 131-м законом федеральным об основах местного самоправления. Но в конечном итоге, да, и вы правы, в определенной степени это связано и с новой администрацией, и с их пожеланиями, которые они внесли в связи с избранием нового главы. Должен сказать, что Евгений Вениаминович Карпов и его команда, они во многом изменили вообще. Это состояние дел, я думаю, что горожане это почувствовали во многом. Я думаю, и в уставе надо кое-что так закрепить, чтобы, так сказать, наилучшим образом способствовать тем стремлениям, которые они осуществляют, реализуют. Скажите, а что может себе позволить, и чего не может себе позволить менеджер высшего звена? Может позволить себе? Самое главное – это увлеченно работать. Вот это главное, конечно. Потому что в любом случае мы, работая на комбинате, привыкли уже к такому режиму. В первую очередь работа, конечно. Где-то по 12-14 часов наши менеджеры работают в обязательном порядке, включая субботу в том числе. А уж воскресенье – это уж полноценный отдых. Можете себе позволить работать сколько угодно? Конечно. А чего не можете позволить? Не можем позволить себе расслабляться. Вот это очень важно. Надо постоянно быть в тонусе. Надо постоянно поддерживать определенную температуру в топке. Так, если уж по-паровозному говорить, да. То есть это постоянная должна быть какая-то заряженность на решение каких-то вопросов, которых масса возникает. А как вам это удается? Вот кто-то ходит в тренажерный зал, кто-то еще предпочитает какие-то другие виды деятельности. У вас хобби есть какие-то? Да, я знаю многих своих приятелей, которые кто-то бегает с утра. Вот как я скажу, Вячеслав Николаевич Егоров уже многие годы бегает с утра. И этим сам он заряжается. Потом он ходит, я знаю, в баню часто. Это тоже, так сказать, это где-то определенная реабилитация. У всех по-разному. А про себя не сказали? Да, про себя. Ну, что я могу сказать? Встаю очень рано. Встаю полшестого. Вот с утра там надо и новости посмотреть, и почитать, и что-то себе приготовить. Потому что я считаю, просто невозможно беспокоить жену по этому поводу. Потому что я встал, мне что-то надо приготовить, я сам это все делаю. Поэтому считаю, что должен мужчина каждый это делать. Не надо. Зачем беспокоить жену? Рано-рано. Пусть она отдыхает. Замечательно. У нее свой режим, так сказать. Вы просто потрясающий сынок. Ну, а как же, только так. Это закон, это обязательно. Ну, а дальше работа. Работа есть работа. После работы там можно, конечно, не обсудить что-то. Мы с женой обязательно обсуждаем что-нибудь вечером. Ну, вы ведь... День-то ведь большой, длинный. Мало ли, там, каких впечатлений, каких новых интересов появилось впечатление. Да, каких-то вопросов, которые надо совместно решить, это обязательно. Прислушивайтесь к мне, жену. То есть оперативка вечером проходит. Обязательно. Замечательно. Обязательно прислушиваюсь. Все как же. Вы ведь хоккеем увлекаетесь. И даже были председателем хоккейного клуба. Нет, я вице-президент хоккейного клуба. Уже многие годы. А, ну тогда... Да, я постоянно этим занимаюсь. Постоянно. Сами клюшку не держите? Нет. Это было как-то, сейчас нет уже. В качестве болельщика только. Ну, болельщик и в определенной степени и консультант, советник, так будем говорить, все-таки по хоккейным делам у меня. Ну, здесь все в порядке. Ну, тогда не могу удержаться, чтобы не задать вопрос в связи с последними событиями. Вот настолько действительно остро стоит проблема вот молодых игроков, то, что их уводят другие клубы, что у москвичей, у тех же Амичей нет средств для того, чтобы содержать свою хоккейную школу и готовить себе смену. Нет, вы говорите это, так сказать, в плане дела Малкина там и еще кого-то, да? Конечно, конечно, конечно. Да, ну вот я могу сказать только, что Национальная хоккейная лига, куда стремятся все, абсолютно все стремятся молодые хоккеисты уезжать. Это объективно, она ведь там почти сто лет существует, и там есть определенные годами устоявшиеся каноны, законы непреложные. Мы же еще очень молоды, и мы ли молоды, там, как сказать, наш хоккей российский находится в периоде роста и формирования еще. Постоянные изменения, которые происходят в руководстве Федерации хоккея в последнее время, они, конечно же, пока не идут на пользу, что ли, скажем так. У нас нет законодательства, которое бы способствовало тому, чтобы у нас установились нормальные юридически паритетные отношения с Национальной хоккейной лигой. Это целая тема. Пока приходится существовать в таких условиях. Уезжают, они не особенно признают наше законодательство. Ребята уезжают, они очень хотят там играть, и я их понимаю прекрасно. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки когда-нибудь государство останет. Я думаю, что все, да, это устаканится постепенно, да, все будет нормально. Мы, кстати, с вами не успели еще чай попить. Я предлагаю сейчас этим заняться, тем более, что время наше в эфире уже истекло. Спасибо, что вы сегодня пришли, были нашим гостем. Мне всегда безумно интересно с вами беседовать. Я думаю, что сегодня мы встречались не в последний раз. Спасибо еще раз. Я хотел бы тоже сказать, что я очень уважаю телевидение, уважаю ваш труд. И поэтому я всегда иду на встречу. С удовольствием иду на встречу с вами. И в том числе с вами, Света. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»